Общий аспект всех-всех людей, которые вот я верю, что рядом со мной сидит мужчина, да, а если, допустим, в какой-то карнавальном костюме, я уже как-то не верю, да, что это мужчина, что это взрослый мужчина, что это мой муж и так далее. То есть аспект в мире у Незарова Станиславский на первый план ставил, когда вот так, вот, вы уж всякие отравили, я знаю, вот, и давайте мы начнем, и распространенные ошибки, да, вот такие вот, как типичные, да, мы будем говорить как для всех. Ну, давайте начнем. Хорошо, ты хочешь в каком формате, мы вопрос-ответ, да, тогда делаем по порядку? Ну, для каждого человека по пять минут, если можно. Хорошо, давайте вот я тогда, как вот у нас люди включены, вот Мамакова Наталья, я включу звук. Так, Наталья. Есть. Наташенька, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот, хочу показать, или не работу свою, очередную. Очередную, видно? Да, только чуть громче. А, громче? Я понял. Ничего тут хорошее. Вот, я изобразила вашу работу, ваш урок последний, ну, предпоследний. А, японская хризантема. Хризантемы в японском саду. Я вижу, вижу, Наташенька. Это какие вы цветы рисовали? Это хризантемы были? Хризантемы. Ромашки хризантемы, да? Ну, очень даже и приличные цветы, да, такие эмоциональные, хорошие. Вот, покажите, да, вот, хорошо, что вы поняли повороты этих цветов. Ну, давайте скажу типичную ошибку для, вот, всех студентов, когда мы рисуем цветы. Ваша работа очень приятная, и она минимальная. Наташенька, напомните, вы из какого города? И вашу фамилию? Ангарск, Мамакова. Мамакова. А, Мамакова. Напомню, Байкал. А, всё, всё, Байкал. Монументальный пейзаж, да, Наташа? Всё, помню. Смотрите, ваша работа минимальными средствами очень даже приятна и хороша, и она показывает ваш духовный уровень, это я положительное говорю. И даже сейчас можно её оставить в покое и больше не трогать, потому что она, ну, по цвету очень приятная, да, по духу и по тому, что вы не переписали её. Это очень важное качество. Но, смотрите, а теперь маленькое пожелание для всех наших студентов. Когда мы пишем цветы, да, или пишем человека в движении, или группу людей в движении, очень важно, чтобы вы показали пластику движения. Понимаете, вот как будто бы на эти цветы дунул ветер, и эта пластика должна быть приятна. У вас они, ну, замерли, как в фотографии, понимаете? А надо иногда где-то чуть-чуть неправильно сделать. Допустим, какой-то цветочек пошёл, да, на территорию, совсем не ту, которую ожидает зритель. Вы понимаете, как будто бы на этот букет дунул ветер. То же самое, когда человек в движении, не обязательно прямо качественно делать все-все его, ну, ноги, руки правильно. Где-то надо чуть-чуть ошибиться и сделать такую пластику движения, которая была бы чуть-чуть парадоксальна. Посмотрите Ван Гога, у него цветы, очень много он цветов делал, да, посмотрите его, каким образом он делал пластику букета, да. Где-то неправильно и где-то нефотографично, а как будто бы ошибочно, как будто бы подсмотрено. Так, понимаете? То есть вы превращаетесь в ветер, вы превращаетесь в туман, вы превращаетесь в ливень, который может подыкетить. Знаете, так вот чуть-чуть. Вы тогда оживляете, да, этот букет. А если он парадно стоит такой, вот этих женщин, которые продают букеты, да, они выстраиваются парадным образом, и уже сразу кладбищенский вариант перед глазами, как венковать, мы этого не должны. Мы должны где-то показать, что эти цветы дикие. Это общая ошибочка и наша тоже. И вот смотрите, вы когда сделали правильный букет, вы тогда спокойненько на второй день отошли на 5-10 метров и чуть-чуть неправильности, и чуть-чуть зачерпнутости, и чуть-чуть вуальтой убрали парадность, да? Нет парадности. Но, конечно же, на переднем плане парочку королев надо, чтобы человек прямо мог посчитать лепесточки, да? Все остальное дикое. Вот такое пожелание, это для всех, и для нас, Вова, тоже. Хорошо, а если отталкиваться от тех вопросов, которые заложены в тему конференции сегодняшней, ну, мы же тут как бы все свои, да? Насколько, даже не насколько, а какой интерьер, по твоему мнению, примет эту картину? И примет ли вообще, или нужно что-то, вот что нужно с ней сделать, чтобы коллекционер повесил у себя ее дома, вот, на стене? Я думаю, что надо примерять каждую работу в какой-то стене или в какой-то комнате. Вы даже можете с этой работой походить по своим друзьям, или где-то взять с собой, да, где-то сидите в кафешке, сидите, раз, примерили, да, или куда-то, если вы чувствуете, что какой-то интерьер ее просит, надо обязательно приложить ее к стене. Я думаю, что вот эта работа очень даже хорошо сядет в твой любимый Паша лоб, потому что она тихая, она монументальная, она недосказанная, и она как будто бы хрестовая. Именно по этой теме тогда, ну, во-первых, это должен быть какой-то светлый лофт, мне кажется, потому что в темные, хотя все может быть, беленая доска, какие-то элементы старинного дерева. Хорошо, давай тогда так, вот сейчас я, Наталья, у вас есть еще какие-то вопросы к Елене? Нет, нету. Нету, да, отлично, мы просто будем более деменительно, да, чтобы мы сильно долго сидели. Спасибо. Молодец. Да, я дам слово Оксане, в общем, мы давно не виделись, кстати, включу вот вам звук, привет. И, Оксан, после общения я предлагаю, чтобы Елена рассказала историю, как мы с нашим клиентом, который мы последний оформляли дом, вот недавно, расскажешь, насколько тонко мы примеряли картины, да, как мы собирали. Вот эту историю маленькую расскажешь тогда, да, после, вот с Оксаной пообщайтесь. Оксаночка, привет. Оксана, ну, мы хотим тебя видеть в полный рост. Полный рост, наша красавица. О, вот это круто. Мы же скучаем за тобой. Мы тоже скучаем, и Наташа, Наташа, Наташа Медяк. А Наташа, я ее видел, вот она. Она у себя в галерее. О, Натали, привет. Девочки, ну, вы наши любимые подруги. Наташа, она сестра, забыла, как за воздух. Ирина. Ирочка, я всегда рассказываю, как вы в ночной рубашке идете вечером, вот тут, вот тут, и не можете дойти до ванны, останавливайте. И дописываем картины. Спасибо. Итак, говорим. Я свои картины примеряла. Во-первых, все работы, которые... На мастер-классах в галерее Оксану Лапшуной. Я выставляюсь. Картины примеряла в ресторане, висели у зятя несколько работ. Так хорошо смотрели, что никто даже цену не спросил, потому что они вписались в интерьер. Тут ресторан аккуратнее, девочки. Надо выставляться не там большие люди, а на профессиональных пространствах галерейных или андеграундных. В Москве тяжело с галерейными пространствами, потому что где выставляться, приглашают, и приглашают много, но везде надо платить деньги. Я понимаю, девочки, пока не готовы. Я, кстати, тоже придерживаюсь мнения, что в принципе можно задействовать выставочное пространство ресторана, но это должно быть очень в тему. То есть если это какой-то строгий ресторан, много звезд Мишелин и так далее, тогда, конечно, это должна быть какая-то камерная презентация, которая ассоциируется с какими-то там винными новыми поставками и так далее. Если это арт-кафе, ну, соответственно, там должен быть какой-то фееричный мастер-класс, должны быть какие-то, может быть, инсталляции, которые дополняют, может быть, живая музыка, которая тоже в такт этой живописи. Вот тогда да, когда вот тусовка правильно подобрана, потому что бывает... Я скажу, один выход... В ресторане оно... Я вам пришлю фотографии, сделаны профессионально, вы даже можете потом, Паша, кому? Можно вам на почту прислать. Да, конечно. Володя у меня по кнопочкам... Вот насчет Володи, кстати. Вот я хочу один выход вам рассказать. Если мы выставляемся в ресторанном пространстве, как я выставлялась у Володи в ресторанчике, да, когда он у него был на пастерах, что происходило? Если по стенам висят ваши работы, вы спокойненько можете сидеть какой-то ручечкой и карандашиком и делать свои наброски на фоне своих работ, да, тут же зарисовочки, тут же вы встречаетесь с художниками. Понимаете, как это делали импрессионисты? Они не просто отдавали на откуп, на стены повесили себе, да, там, где они встречались, в ресторане каком, на Монмартре, они там собирались, они там тусовали, они друг друга наброски делали. Понимаете, чтобы художник был неотъемлемой частью своей экспозиции, вот тогда имеет право. Тогда там кто-то подходит, да, что-то разговаривает о этих картинах, да, то есть сам художник должен сопровождать свои работы, допустим, в 6 часов вечера каждый день он садится и делает маленькие зарисовочки или продолжение своих картин. Вот это имеет тогда право быть, правда же? Наташенька, ой, Оксаночка, вы что-то свое сделали, какую-то работку, покажите. Я принесу, она в другую комнату. Давайте, ждем. Наталья на связи, Наталья, у вас какой творческий процесс, расскажите? Может, какие-то вопросы есть к Елене? Вопрос у меня есть. Добрый день, все рады вас видеть, конечно. Конечно. Лена, Лена, Володя, меня мучит вопрос животрепещущий. А, говорите. Как найти свою тему, свой почерк? Потому что мы находимся под влиянием, да, во-первых, учителей, вас, безусловно, значит, под влиянием каких-то других художников, фотографов. Много нравится, много. И вот это хочется, и вот это хочется. И в результате я что-то там изобразила, Аля, но это не мое, я понимаю. И вы нас учили, да? Нельзя брать. Но мне это очень нравится. Для себя я это сделала. Или хочется в какой-то определенной вот тоже манере. Вот как? Я в внуках пребываю. Вот у меня есть работа, значит, моя, но вы, не знаю, как. Что, Наталья, вижу работу эту. Значит, вот она у меня. Узнаете, конечно, влияние свое. Но я безумно люблю эти пирамиды. Вот. Но тут у меня есть, конечно, свое видение. Это все натура. Это все с натуры. Это ваза. Вот там пузыречек. Вот. Ну, в общем, всем нравится, безусловно. Вот она у меня. Но вот этот вопрос, конечно, как найти и не найти на чужую территорию. Это вопрос. Смотрите, давайте, знаете-ка, какое действие я предлагаю для того, чтобы вы начали говорить от себя. Это называется индивидуальный разговор с учителем. Такое действие мы отрепетировали у нас в Грибовке, когда приезжают студенты со всего мира, и мы с ними разговариваем в течение часа-двух часов. Но Паша отработал, что мы можем и по скайпу с вами такое делаем. Мы такое тоже делали. Как это происходит? Я должна или Володя, или мы должны вас вынуть из вас же самой. То есть, это игра в откровение живописца. Что вы нам будете говорить про свою жизнь, на что вы обратили внимание, что вас в этой жизни чуть-чуть вывело из состояния покоя. Это все мы будем зарисовывать обычными рисунками, но это будет ваше состояние. Я до сих пор не знаю, кто вы, кто Ира. Я знаю, что вы мои студентки. Ирочка, привет! Я знаю, что вы мои любимые студентки и вовины. Но я не знаю вашу жизнь. А для того, чтобы понять, что вам интересно рисовать, мы должны с вами поговорить по душам. И все это зарисовать. В процессе зарисовывания маленьких рисуночков мы вынимаем... Допустим, вы любите укорененные деревья. Допустим, вы любите плавающих рыб под водой. Допустим, вы что-то любите. Я уверена, что Ира любит свое, а вы любите свое. Потому что это два разных... Да, да. Потому что вы сестры. И мы с вами потихоньку начинаем приходить внутрь каждого из вас, внутреннего человека. Откуда вы будете это все диктовать? Понимаете? Может, вы любите яблоко, да? И вы это яблоко поставите себе в огловую угла и будете методом расцветания яблочного дерева разговаривать с человечеством. Мы не знаем. Для этого существует индивидуальная, как называется, консультация с учителем. Ну да, давайте я вставлю пять копеек, объясню, да? Мы выясняем, кто вы, откуда вы начинаете плясать. И мы с вами зарисовываем первые три вашей работы. Большую и две маленькие, как начало вашей выставки. Но вашей уже. А почерк наш, пожалуйста, берите. Вы уже постоявшиеся художницы. Вы уже знаете, вам надо начать мыслить изнутри себя. Мы готовы вам помочь. Ну да, получается, здесь есть такая определенная ирония. Вроде бы надо уйти от наработок учителя вашего, да? Или одного из учителей. А с другой стороны, получается, что сам учитель может вам показать правильное направление, как действовать, чтобы не быть похожим, чтобы не веяло плагиатом, чтобы выработать авторство свое, да, свой сюжет, свою сюжетную линию, свою технику. Это, конечно, очень сложно, да? Поэтому вот эти вот моменты, которые называются, как Елена их вообще по-разному называет, разговор по душам, откровение живописца, там и так далее. У нас это просто выглядит как консультация, да? То есть вы можете всегда связаться с Еленой. Мы вот так же связываемся к какой-то конференции, ну, более индивидуальной. У нас вот есть вот Татьяна Безумова, она у нас частенько принимает участие в таких разговорах. Сначала идет знакомство, там идет целый каскад определенных таких вот этапов общения, которые в итоге, все зависит от количества их, конечно, выведут, приведут вас вот к решению вот этого вопроса. Поэтому, если вы захотите с Еленой связаться, я вам организую. Хорошо, спасибо, понятно. Да, и заодно пока как раз у нас москвичи пока здесь находятся, я напомню, что мы, конечно же, в конце апреля не прилетим, потому что пока не закончится вся эта ситуация с картином. Мы сидим, ждем и перенесем наши... Когда у нас должно было быть? На следующей неделе. Будет рассылка, всем напомним, конечно. Авансы, ничьи не пропадут, конечно же. Перенесем, ну, пока это все не закончится. Я думаю, что, наверное, на осень, скорее всего, чтобы наверняка. Да, да. Вот что делать с Грибовкой пока непонятно, потому что с первого по десятый у нас 8 человек записано из 10 с авансами, да, и мы вот пока не знаем, мы даже не можем ничего сказать, потому что сами не знаем, когда это все закончится. Но будем надеяться, что люди смогут уже... Он может все дать, и мальчик, и все. Да, в общем, верим лучше, да, давайте... Какой-то вопрос, Ирина. Ира, у вас есть вопрос к нам какой-то? Ваша работа какая-то? Покажите вашу работу какую-нибудь. Вон, естественно. Давайте, Ирочка. Можно я за нее скажу? Мы все, как вы говорите, мы сестры, но мы разные. И проблема в том, что она очень скрупулезная, и очень все детали, она на этом зацикливается, и не получается. И борюсь. Борюсь с ней. Мы ругаемся, там бывает, и все. И я хочу, чтобы она вот от этой частости ушла как-то к общему. Но у меня не получается. Это по вашему мастер-классу. Шикарнейший, шикарный. Шикарно, шикарно, молодец. Просто супер. Девушка 100%. Посмотрите, какой монументальнейший виноград. И голландский принцип все сделала. А Глина Пиквей. Шикарно. Светности некакую. Ирочка, свою виноградную кить купите. Да. Я тут уже сделала, пыталась купить. Немножко попробуйте графическим образом сначала нарисовать. Графическим, понятно. Ой, спасибо. Мелочки, молодцы. Продолжайте в том же духе. Спасибо. Группировка. Оксана, Наташа, Ирина. Молодцы. В Москве вообще группировка большая. Назвать себя. Допустим, какой-нибудь такой. Московский сообще. Да, московский какой-нибудь, да. Не обращаем внимания на пенсию, типа. Назвали себя. Союз творческих личностей. Но не зарегистрировались. А ну-ка еще, это мало. Надо еще какой-то, типа, цветок какой-то, да, там, чтобы запоминающийся был, да, момент. Союз творческих. Подумаем. Шпион, да, или еще какой-то цветок. Понятно. Шпион. Может быть, и хорошо, что официально не зарегистрировались, а то и не знаю, какой доброжелатель придет к вам. Продолжайте в том же духе. Идите на индивидуалку, поговорим с вами. Хорошо, хорошо. Лена, мы вас приглашаем в Москве, когда приедете домой к нам, посмотрите и поговорим. С удовольствием, с удовольствием. Но когда мы приедем, мы вам оповестим. Да, да. Так все, девочки, я вам выключаю микрофон. Спасибо за приятное общение. Всех скучаем, за всеми скучаем, всех любим. Передам трубку. Теперь это не скажешь трубку. Татьяна Белл вот у нас сидит. Вижу, да? Слышно? Да, все. Утром слышно меня, да? Да, слышно. Павлю? Да. Ага, Танечка. Слышно? Да, слышно, слышно. Ага, будет правильно, Танечка. Да, вам привет. Утро, я из Эквадора, Южная Америка. О, здорово. Пошли за углом, как Одесская область. Пошли за углом. А как называется ваш город, Танюша? Мы живем высоко в горах. Наш город называется Куэнька. Я потом напечатаю Павлу. Я не знаю, как это по-русски написать. Куэнька. 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 Утро. Танечка, вопрос ваш. И ваш раз. У меня такой вопрос. Прежде всего, хочу со всеми поздороваться. Всем доброго дня, суток. От нас доброго утра. У нас было 7 утра. Я подключилась, выпила кофе, подзарядилась. Поют птицы. Жизнь прекрасна. У нас зеленая трава. Несмотря на то, что зима и дожди. Вот. Я с вами заочно очень давно. Наверное, с 2000... Надо посмотреть, когда я ваш первый купила урок. То ли это был 2017, то ли конец 16. Я вот сейчас не помню. Наверное, 17. Вот. Вот. Вчера я обалденных купила два мастер-класса, которые на скидке сейчас. Я просто купаюсь в них. Вот. Вчера я начала... Я не знаю, если там видно. Я разлиновала эти свои штучки. Молодец. Молодец. Сейчас буду Ван Гога палитру лепить, как говорится. Вот. Но это вот я как бы себя подготавливаю к цвету. Сегодня я хотела вам на суд представить несколько работ, которые графические. Так сложилось, что у меня... Несколько лет я жила в Италии. Четыре года. Естественно, Италия наложила на меня свой такой отпечаток. Вот. Где мы родились? Я вообще родом из Казахстана. Дальше говорите. Да. Вот. Мы, в принципе, такая семья. Мы работаем по всему миру. Мы жили на всех континентах, окроме Австралии. Поэтому мы как бы, знаете, люди мира. Мы везде себя чувствуем хорошо. Да. Ну, Италия случилась, потому что мы на один момент жили в Африке, и там случались бомбёжки. И меня муж быстренько выпнул в Италию и сказал, езжай туда. Там будет тебе хорошо и спокойно. Ну, вот я бродяжничала в Италии четыре года. И нет, да нет, там заходила то в одну, как, может быть, поможете мне ботега, ботега, ателье, ну, вот что-то такое. Знаете, где-то брала там уроки скульптуры, уроки анатомии, уроки там скетчинга, в общем, всякое такое. В общем, такого, как сказать, особого похвастаться нечем, но вот были какие-то работы, которые я сделала. Вот. Ну, как говорится, я была такая итальянская бродяжка. То в одной школе, то в другой, то в одних курсах, то в других. Вот, ну, как-то так. Взаром не проходит. Да. А просто работу и вопрос, а то время, время. Хорошо. Я вам сейчас... А, я, кстати... Упс. Так, сейчас, подождите. Так, хотела вам показать... Сейчас, сейчас, сейчас. Так, у меня есть... Обождите, сейчас я выключу свет. Так, есть вот такая вот работа. Юноша, да. Так. Фотографика. Видно, да, графика, да. Я работаю... Я работаю себе просто на бумаге. Вот я не знаю, как это... Да. Ну, вот так... Видим, видим. Ну, вот, знаете, как-то так... Брутальненько по-мужски. Я не знаю. Я выросла с братом. У меня всё, знаете, такое. Так. Потом хотела показать вот эту работу. Сейчас. Сейчас. Я, наверное, её вот так вот. Сейчас я вам принесу её вот так. Сейчас, подождите. Она очень большая, но, чтобы свет не светел, я её покажу. Вот, какие новые... О, композиция многофигурная. Да, видно, да? Да, видно, видно. Так. Да, вот. Здесь как-то интересно, да. А здесь такой, знаете, ну, мне посчастливилось родиться от еврейской мамы и польского папы. Вот. Я что-то такая повесь. Вот. Я изобразила, как еврейские женщины наши пекут хлеб. Вот. Круто. Похоже на брейглицкие композиционные. Люди вот такие. А никто уже не боялся. Да, только в графике. Очень классно. Так. И ещё есть две работы. Можно показать? Конечно. Понимаете. Так. Сейчас. Сейчас. Так. Вот это. Вот. Есть вот такая работа. Да, да, да. Вижу, да. Видите, так? Выстрелите в полиции человека. Это хорошо. Выстрелите в полиции. Так. Здесь как бы люди с зонтиками. Поняла. Так. И последняя графика я хотела показать. Ну, она такая, знаете, для меня знаковая работа. Вот. Это еврейская свадьба. Очень круто. Да, хорошо. Видно, папа? Да, Танечка, вы же уже состоявшаяся художница. Нет, нет. У меня вопрос к вам. Говорите вопрос. У меня вопрос к вам. Так. Я как бы хотела задать такой вопрос. Так. Ой, у нас тут высокогорье, дышать трудно. Так. Возможно ли переложить мою графику на масло в вашем стиле? Ну, так, чтобы это не было, чтобы это было видно. Это Ильичева школа. Но, чтобы не было, вот как давеча сказали Наталья и Оксана, чтобы это не было как бы... Это все равно будет ваш композиционный строй, поэтому по-любому это в вашей работе. Просто выполненный в технике, в живописной технике. Это совершенно нормально. Ну, у вас настолько индивидуальный композиционный строй, решение, что оно не может быть никак похоже на нас. Можете. Ну, у меня такая, знаете, я обожаю писать еврейскую тему, потому что, ну, вот... Ну, я не знаю. Кстати, я вас залюбила больше, когда вы приехали из Вены. Вы были на выставке, я там тоже была. А мне... Вот, как говорится, я поехала на выставку. Вот мой учитель, это, естественно, тоже Брейгель, естественно, Италия. Я изучала очень много композицию. Я обожаю композицию. Вот я не знаю, почему, может быть, я не умею цветочки писать, но я умею, может быть, историю положить как-то в своей голове, вот как я интуитивно чувствую. Хотелось бы научиться это сделать в масле. И второй вопрос. Как избавиться от этого пунктика в голове, когда... Когда вот такая вот линия... Вот я когда работаю в графике, у меня линия, да, есть. А в масле это очень трудно сделать. Вот я начала делать работку в вашем стиле, да. Я помню, давал Владимир мастер-класс по архитектуре. И вот как бы здесь такая вот, видите, дверь. Она недоделанная, естественно. Я не знаю, как это показать. Вот, я вот здесь вот ключики повесила, вот как вы любите вот такие паспорту делать, да? Вот. Всё, садитесь. Но она, как сказать, я всё поняла потихонечку про вас. Садитесь, сейчас скажу. Да. Смотрите. Возьмите, пожалуйста, на вооружение этот совет, который я сейчас вам скажу. Вам надо взять интеллектуальное наполнение ваших работ. Вот у вас, вы умничка, то, что вы рисуете еврейскую вот эту тематику в символических композитах, а не женские. Надо взять интеллектуальную основу мужскую для того, чтобы безоговорочно один человек был сопоставим со вторым, потом сопоставим с третьим. Для этого вам надо взять, обязательно выпросить у Паши леонардовские игры. Вам надо научиться мыслить, как старые мастера. Всё, что у вас есть, уже замечательно. Вы состоялись у художника. Но вам надо дальше идти, так? Вы спокойно можете с цветом ещё работать, да? Идти по нашим урокам. Но если вы хотите совершенствоваться в ваших многофигурках, леонардовские игры. Там мы с Володей учим вас мыслить, как мыслил мужчина. Там логические игры. Это я всегда предлагаю тем художникам, которые уже состоялись, но им не хватает пазла математики. Вам необходим этот пазл, и вы тогда то ли графика, то ли живопись, у вас это никто не заберёт. Захотите цвета дать? Дадите цвета, да? Ну, и, конечно, с натуры немножко цвета надо взять. Ну, цветы, натюрморты, яблоки. Может, на пленерчик пойти? На пленерчик пойти. Вашу графику у вас никто не заберёт. Вы уже, ну, там стоите на обоих ногах. Ну, я доверяю вам, леонардовские игры. Вы умничка. Спасибо большое. Слайки в том же духе. Спасибо. Хорошего дня. Это как раз у нас подключилась Юлия из Израиля. Как раз это ответ на ваш вопрос. Сейчас я, Юля, включу микрофон. Я не знаю, слышит она нас или нет. Как раз она задавала точно такой же вопрос вот вчера. У неё стоял выбор между покупкой курсов тайны и знания старых мастеров или леонардовские игры. И хоть она уже начинающий художник, у неё помимо, в общем, не помимо, а набор тех уроков, которые она до этого покупала, это везде практика. Где-то натюрморт, где-то пейзаж, где-то там цветы. И она задала вопрос, как мне сдвинуться дальше. Естественно, выбор пал на леонардовские игры для того, чтобы действительно вот эти вот задания, которые по принципу Леонарда и Елена с Владимиром, они их переработали в современный такт и дали их как упражнения. Они действительно развивают вот это ощущение, как действовать, чтобы быть непохожим на других. Поэтому вот как раз ответили на вопрос двух наших слушателей. Так, я хочу предоставить слово Светлане Петерсон. Светлана у нас так приготовилась, с наушниками, с микрофоном. Так, Танечка, я вам звук выключаю. Спасибо. Здравствуйте, вы откуда? Сейчас звук включим. Сейчас я включу. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Я Светлана Петерсон. Я из Белоруссии, но я проживаю в Копенгагене 14 лет. Я здесь познакомилась тоже с вашим творчеством, наверное, с 2016 года. Естественно, я не была до этого художником. В смысле, я стала развиваться. То есть, переезд в Данию дал мне возможность начать обучаться онлайн у разных художников, что я делаю. Наверное, я иду по правильному пути. У меня, кстати, был такой вопрос, правильно ли делаю, что я изучаю разные техники, обучаюсь у разных художников для того, чтобы найти свой стиль, допустим. Я сейчас покажу пару ваших работ. И, например, то, что я вот, ну, «Сирень» писала, да? Ну, это обычная живопись, просто. Светочка, вопрос на засыпку. Вы кто по профессии? Очень смешной вопрос. Я, вообще-то, я уже с 45 лет ушла в пенсионный возраст, потому что я работала инженером-технологом на шелковой фабрике в Могилево, в Белоруссии. А потом эмигрировала немножко, так сказать, чтобы... И вот здесь я нашла... Ну, то есть, я всегда хотела рисовать, и рисовала только карандашом. А потом увлеклась вот именно живописью маслом. Ну, не... Но масло меня больше захватывает. И поэтому... То есть, я, вообще-то, творческий человек, но в детстве мне не дали. У меня вопрос. У вас логическое мышление или... Я думаю... Или эмоциональное? Наверное, эмоциональное. Я не логик. Вообще. Логик, но профессия у вас была? Так, я поняла, да. Вот ваша... Ваша... Да, да, я вижу. Вопрос, Света, вопрос. Ваш вопрос. Так, вопрос был, правильно или я поступаю, что в поиске своего... В выработке своего стиля я пробую разные техники. То есть, я, ну, их осваиваю для того, чтобы понять, наверное, что мне ближе или как лучше начать что-то своё, допустим. Светонька, неправильно. Неправильно, да. Если одного человека... Ну, учитель должен быть один. На данный этап времени, пока вы его не истерзаете полно. Но современные, да, конечно, старые мастера любые могут быть, да, много, много. Но тот, который вас проведёт к правильности АБВГД, это как выучить алфавит. Да. Представьте себе, что у вас один учитель вас учит АБВГД, а второй учитель вас учит Джун Юан Цигун вдруг рядом. Вы разорвётесь на несколько частей. Поэтому я, когда показываю своим студентам, да, упражнения, там, кулачки, ещё пробивание себя с Джун Юан Цигун, я говорю, это другая территория знаний. Нам надо им всё-таки, ну, как прямая линия от А до Б, да, прямая линия, трансплантация моих знаний или Володиных к вам. А представьте себе, что рядом будет сидеть, кого вы там любите ещё посещать, Сахарова, да, там ещё кто-то, Дудник Володя. У вас пойдёт как поместь этих всех знаний, и вы винегретом заполните голову. Вот давайте с нами помочь какое-то время, потом смотрите, ой, так я же уже всё знаю, что или что вы призываете. Только я лучше, допустим, ещё кого-то нашли, кто вам интересен. Да, это кто даёт ещё больше знаний, да. Но всегда помните, что надо у учителя сначала посмотреть, где он выставлялся, какие у него работы, что говорят о нём искусствоведы, в каких галереях он выставлялся, под чём его работы, сколько лет они работают, эти люди, ну, учителя в сфере арта, да. Обязательно просканируйте, у кого вы учитесь. Если вы будете учиться у художников, которые только рисуют внешнюю красивую форму, то вы научитесь маленьким мурагинным шажкам. Если вы найдёте учителей, которые вам покажут, ну, глубину искусства, да, откуда надо плясать, вот мы вам предлагаем всем учиться у Михаила Шемякина. У него есть воображаемый музей, мы сами учимся у Шемякина. Спасибо. Спасибо. – Надо взять какие-то цветы, на базаре купить, или у бабок, у тёток, у женщин купить цветы, которые вы любите, и с натуры их написать, этим способом и этими знаниями, пусть работки будут маленькие, но я смотрю, ваша аура прям, она пылает любовью, вы хотите прямо все обнять. Да, вот смотрите, я когда-то и Владимира что-то, нет, это ваша работа. Владимира, да, да. Ну, то есть я пытаюсь, естественно, учусь, учусь называется, да? Попытайте, продолжайте. Надо, может быть, местные мотивы задействовать архитектуру. Ну, возможно, да. Какой ваш Эппенгаген, красивый. Лена спала, были на соревнованиях, когда пачок плавал. Мало, мало, хочется прямо там пожить какое-то время, чтобы эту всю архитектуру впитать в себя. Поэтому, что имеем, не стоит. Ну, понятно, у вас сорокалетний опыт, как говорится, поэтому вам быстрее охватить все это. Ну, да, понятно. То есть дело за обучением, обучаться. Ну, верите, мы с Вовой ставим себе такие задачи, которые почти непреодолимые. Допустим, многофигурная композиция на фоне интерьера или экстерьера здания, да, башни, допустим. Мы преодолеваем себя тоже. А кто нам помогает? Нам помогает Рейгель, нам помогает Кициан, нам помогает Ван Гог своим живописным наполнением. То есть мы учимся у старых мастеров. Немножко нам нравятся некоторые современные художники, которые действуют, ну, не так, как мы. Мы чуть-чуть с ними дружим, допустим, Ферчаль, допустим, Купер, допустим, ну, Шамякин тот же, умнички. Они мыслят очень круто. Еще вопрос есть, Света? Нет, огромное. Благодарю. Спасибо. Продолжайте в том же духе. Спасибо. Очень интересно. Кто-то есть, кто хочет еще задать вопросы? Там можно нажать, поднять руку, как в классе, потому что я здесь многих не знаю. Вот Олечка Москвичева есть, вижу из наших постоянных. Вот Юлия. У вас Москвичева, а то мы все скучились. Тут еще много людей передает привет. Кто-то, кто не подключился по тем или иным моментам, в любом случае... Да, я сейчас вот для этих девушек, которые подключились, скажу несколько правил общих, которые, вот я считаю, что надо соблюдать всем. Значит, смотрите, правило номер один. Когда вы выучили что-то по нашим урокам, помните, я всегда говорю, давайте домашнее задание. Значит, или что-то выучили по старым мастерам. Допустим, прошлись по вангоговским цветам. Пошлись, посмотрели, как он действовал. Значит, вы потом следующее действие делаете такое. Ну, у себя в мастерской, надеюсь, что у вас уже есть места там, где огорожено, куда они заходят, другие люди. Вы себе ставите точно такую задачу. Допустим, была задача у нас, ромашки вот эти, да, белые, на фоне пейзажа. А вы берёте другие цветы, но ставите эту же задачу и делаете с натуры по этой же задаче, которую вы только что выучили. Маленькую работу, но свою. Представляете? Потому что, если вы рисуете по нашим урокам, вы должны потом, после этого, написать свою маленькую работку с той же задачей. Допустим, белые цветы на фоне удаляющихся горизонтов низкого пейзажа, да, туда, вдаль уходящего. Или, что мы там ещё делали недавно, ну, любой урок, который вы делаете, вы потом можете повторить самостоятельно со своими предметами или со своими цветами, или со своими кроками. Вы понимаете? Вы тогда закрепляете это. Закрепляете. И вот это очень важно, чтобы вы это делали. Но кому уже надоели маленькие натюрморты, кому надоели цветочки, кому надоели просто архитектурные сломы, вы должны действовать по направлению курса. Вот курсы у нас, чем отличаются от просто уроков маленьких, они получат мысли. А мысли это... То есть курс, он более системный, чем просто мастер-класс по какой-то определенной тематике. А курс, он как бы берёт систему знаний. Поэтому курс, он всегда более выигрышно смотрится по сравнению просто с мастер-классом. Да? Да. Ну, а у нас у всех, у женщин, да, у нас в основном женщины, немного мужчин есть. У нас эмоциональное восприятие, в которое люди подходят и говорят, так, мы же видим, эту живопись написала женщина. Почему? Потому что у неё нет фундаментологического мышления. Вот у нас, да, фундамент мужчины наших, да? Но мы тоже имеем право действовать как мужчины. У меня есть маленький такой интерактив. Смотрите, у меня есть письмо от нашей студентки Галины Блаженовой. Но она не может подключиться к нам. Она просит разбора очень классной картины, которая с вот этого курса «Золотые портреты Рембрандта». Это был один из таких курсов сложных и очень интересных, и по нему много приходит картин. Я хочу на ваш суд, пока вот вы все собрались, я думаю, будет очень интересно. Давайте я сейчас сделаю демонстрацию экрана и покажу вам работу, которую сделала Галина в самом начале. Так, видно, видно экран? Да, видно, видно, да. Смотрите, смотрите, в чём тут интерес. Получается, что сначала она сделала… Сейчас я уберу эту… Немножко мне мешает… Немножко мне мешает… Она сначала сделала одну работу, потом получила рекомендации от Елены на консультации, что нужно исправить. Так, вот эту работу, которую она сделала в начале. Смотрите, да, вот Елена дала рекомендации определенные. Как раз Елена может сейчас дополнительно прокомментировать. Смотрите, всё, что мы делаем по нашим курсам, вы идёте учебностью. А потом всё-таки, девочки мои, обязательно живая натура. Я не знаю, каким образом происходит вот это вот перетягивание живого натюрморта, живого подсветка, который вам подирует, и живого человека на территории живописной ткани. Я не знаю, каким образом это происходит. Это происходит на каком-то уровне, и оно превращает эту картинку в картину, да, в искусстве. То есть вот вы сейчас выучили, да, вот эти правила, да, рембратовские, как золото надо писать. Молодцы, умнички. А теперь возьмите и такими же правилами поставьте себе натюрмор, вот такой сложный, да, и напишите такими же правилами с натуры. Я не знаю, каким образом предмет, и вот сейчас я вам возьму, покажу одну кофемолочку, которая, если она не будет стоять перед вами, да, вы не сможете с неё стяжать энергию вот этой вот старинной вещи. Не сможете, понимаете? Вот она, если она будет сфотографирована, и вы начнёте её рисовать, не будет произведения искусства. Представляете? Будет нелергию. Поэтому лучше живой человек, неправильно исполненный, живой предмет, который перед вами стоит, и вы можете его потрогать, выдвинуть и всё сделать, и вы напишите достоверную живописную работу, пусть даже неправильную, но она будет в искусстве, поймите. Это каким-то образом, вот чудесным образом превращается в верю, когда рядом позирующее существо, будь то натюрмор или будь то живое яблоко. Оно как бы энергетически вам помогает перетянуться в живописную ткань. А работа замечательная, единственное... А где же окончательный вариант? Вот сейчас покажу, вот то, что было доделано. Ну, это разница очень существенная. Сейчас получилась. Я их рядом сейчас поставлю. Вроде бы всё по чуть-чуть, но очень даже... Сейчас я их рядом поставлю, эти работы, для сравнения. Так, как мне это сделать? Так, демонстрация экрана. Следующее действие, пожалуйста, пусть рядом с вами будет вот такой анатомический атлас. Там, где вы сможете смотреть, из чего состоит человек, да, где у него глазницы, где у него подгонные дуги, где у него какие внутренние. Вот, кстати, вот это всем надо. Если вы даже стилизуете человека, вы должны всё равно знать, что находится внутри него. Вы поймите, что люди не любят, когда их обманывают. А почему так все любят текстинскую капеллу, да, этого Никеланджело? Потому что он рисовал, зная всё, что происходит внутри человека. Он знал все мышцы, все сгибы, все позы человеческие. И тогда, несмотря на то, что он просто раскрасил, да, декоративку кожи, всё равно мы чувствуем знания художника. Вы понимаете, что происходит, да? Вот это вот интеллектуальное наполнение. Фактическая анатомия обязательна. Видно, обе картины видно на экране? Послушайте, они обе хорошие, обе хорошие, но это знания и умения. А дальше, а дальше надо действовать в верю, территория в верю. Да, ну вот так для общего развития, общей информации, показать, кто как работает. Многие передают тоже привет. Вот Ольга Москвичева в чат написала, что скучает, ждет в Москве. Многие как слушатели у нас сегодня выступают. Приятно тоже. На самом деле записывается больше ста человек у нас на конференцию. Не понимая, почему люди не подключаются. У кого-то не получается по времени, наверное. Если стесняются, то напрасно. Ну да, многие такие пишут. Я говорю, просто как слушатели, хотя бы подключайтесь. Мне кажется, это хороший интерактив. Видите, кто как развивается в творчестве. И предлагаем вот так вот с вами общаться раз в неделю. Если Паша одобрит, то по средам, в час дня нормально будет, Паша, обходы вот такие сделать. Давайте себе время точно скажем, когда мы будем встречаться. Что бы ни было, или Владимир, или я, или Павел будут с вами. И будем вас двигать по вашим вопросам. Вы задаете вопрос, мы вам раскручиваем ответ для всех студентов. Потому что вопросы типичные идут. Правильно? Ну, почему? Просто по средам в основном это экспресс-мастер-классы, вот эти небольшие, да, которые и цветочные композиции, и, ну вот, небольшие мастер-классики. Поэтому я бы в один день, наверное, не совмещал. Мы подумаем, может быть, сделаем опрос. Вверх. Может быть, в пятницу. Может быть, в пятницу или на выходные, когда больше времени свободно будет. Как скажете, но обозначьте одно время, когда мы будем проводить вот такой вот обход. Так, вот Юлия хочет задать вопрос, я включу ей звук. Давайте. Вот я вам звук включил, вас слышно, но не видно. Юлия, что, задавайте вопрос. Здравствуйте. Мне бы, конечно, хотелось бы... Я очень рада вас слышать, видеть. Но мне бы хотелось сказать, чтобы вы меня видели, потому что я хотела показать работы, которые я тоже сделала. Дело в том, что вначале я хочу немножко рассказать. Я с 18-го года, когда я вас нашла в интернете, я, честно, я обалдела. Я, честно, покупала курсы, которые мне нравились, да, мастер-классы, но я ничего не делала. Я просто даже не знала, как к этому подойти. Но я была в шоке от всего этого, что я видела. Для меня это как для кого-то мелодрама. Для меня вот так вот я смотрела. И я себе сказала, пока я не поеду на пленер, я ни к чему к этому не прикоснусь, потому что я все могу начать неправильно. И тут вот это вот так я в июне хотела поехать на пленер. Вдруг этот карантин. И я с сентября месяца вот любовалась вашим курсом вот по виноделию, пленером, да. И вот сейчас я купила его, и я, ну, где-то за недели две-три, наверное, да, я сердилась, я получила стресса очень много. Я рисовала вот эти три картины. А я их сделала. Вы что-то время рисования. Что? Время рисования. Ну, вот эти, которые были на пленере в сентябре, я их хотела сейчас показать, да. Ну, конечно, очень много ошибок. Включите камеру, попробуйте. А, вы же на компьютере, да? Слышка, вы откуда, скажите, из какого города? Из Израиля. И что, я не могу здесь включить никак камеру? Юленька, скажите мне, вы когда рисовали эти виноделия третий, как вы себя чувствовали? Смотрите, ну, для меня это магия была. Я не знаю вообще, как я к этому подходила. Вот, я очень много чего не понимала по компьютеру, потому что я не видела. Да, я просто останавливала. Я отходила, там делала пару мазков, опять отходила, смотрела. Вот так вот. Ну, мне понравилось очень. Очень понравилось. Я вот тоже друзьям, конечно, море ошибок. Но я довольна, я счастлива. Вот, не знаю, потом я поеду к вам на пленер. Или я потом поеду вообще в Одессу к вам, в Ауру. Не знаю, ну, конечно, вы меня поймали. Я попала в селки. Все, я знаю, с кем теперь я буду. Теперь я вот тоже вот сейчас, как бы, да, я действительно, я набрала очень много мастер-классов, потому что я знала, хотя это с 18-го года, и брала, брала, в копилку ложила, ничего, ни к чему не приступала. И, как бы, я знаю, что я все у вас буду делать. Все, вы теперь, я ваша. Хотите, вы не хотите, я ваша. Вы не первая, которая так говорит, я с вами навеки. А потом только пятки сверкают. Ну, конечно, нет. Нет, смотрите, я действительно вот до этого Татьяна... Нет, не Татьяна была, вот после Татьяны была слушница, да? Я смотрю тоже там у нее вот работы, которые я тоже брала у этих художников. Все, у меня все это, вы понимаете, у меня есть мастер-классы, они уже у меня на задворках, все. У меня только Ильичевы. Это обалдеть. Раньше вас ждем, приглашаем. К нам многие приезжают. Вот были две девушки из Казахстана недавно. Набрались столько знаний. Боже мой. Леночка и Маруа. Две девушки из Казахстана несколько раз приезжали к нам, еще и грибок поприедут. И такие родные прямо стали, потому что, ну, любовью впитывают знания. И нам очень приятно с Володей, когда кто-то, как вам сказать, да, избавляет нас от лишних накопившихся знаний, чтобы мы шли дальше. То есть чем больше нас на Земле, а все больше и больше уже сколько человек, Паша знает, сколько человек с нами. Ну, подписчиков больше 10 тысяч у нас на самом деле. Постоянно действующих, ну, практикующих студентов, более 500 человек, да. Кто-то появляется, кто-то пропадает, потом возвращается. Мы стараемся о себе напоминать. Ну, это все понятно. Мы растем, мы строим сейчас новые. Это, кстати, у меня просьба будет ко всем нашим студентам. Очень смело пишите мне какие-то моменты, которые вот технические, да, которые хотелось бы исправить. Мы стараемся максимально, насколько можем, исправлять способы оплаты, способы доставки видео до вас. Стараемся все исправить. На данный момент строим новую платформу, в которой будет возможность, там, где будет все на одном сайте, да, где вы сможете получать доступ как к урокам, ко всей витрине курсов, уроков с полным описанием, ну, и так далее. Вот. И там, где мы сможем с вами общаться уже постоянно, именно вот в одном месте. Это как арт-центр виртуальный будет. Мы его сейчас строим, очень много работы с программистами идет, очень большие инвестиции, приходится в это вкладывать, но мы это сделаем обязательно. Поэтому просьба, пожалуйста, рекомендации ваши пишите, мы их все стараемся учитывать. Юлечка, смотрите, я нашел ваши работы, которые вы отправляли, да, давайте я их просто сейчас покажу, и Елена вам даст комментарий прямо вот. Отлично. Я делаю демонстрацию экрана, Елена с Владимиром сейчас это увидят. Так, вот это. Видно? Да, вот все видно, да. Ну, молодец, Юлечка. Если так вот смотреть, что вы только начинаете, то можно сказать так, что вы несомненная нежная цветовичка. Посмотрите, какие у вас отношения. И это никто не заберет у вас. Поэтому мой совет все-таки открыть Ван Гога в хорошем качестве и посмотреть, правда напоминает световую гамму Ван Гога, да? Да, да. Посмотреть пейзажи Ван Гога. У вас с ним одинаковое мышление в нежности цвета. Вот. И продолжайте действовать в том плане, что вот это написали, а теперь возьмите. О, посмотрите, какие у вас цветовые предпочтения интересные, да? То есть, несомненная изысканность цвета присутствует. А всему остальному научитесь. Там овалы, все эти цвета, тень. Это все со временем придет. Вот. Сейчас после этих трех возьмете какие-то маленькие мастер-классики, там, где вы не надорветесь, а все-таки результат будет очень хороший. Но я вам сразу говорю, ваше, ну, плюс ваш, это ваш талант цветовика, нежного, очень интересного цветовика. То есть, не в лоб вы с цветом разговариваете, а последовательно, да? Посмотрите, ничего не убавить, не прибавить. Все уравновешено. Да, волочка по цвету хорошо? Очень хорошо передана световоздушная среда. То есть, как бы у вас есть пространство за счет цвета. Не за счет того, что структурирование что-то темнее на переднем плане, контрастнее, а что-то на заднем плане расплавленное. Вот именно это за счет цвета создается. Это очень здорово. Так действовал Сезан, за что, как бы, получил похвалу от всех, как человек, который придумал свою технику живописи. Передачу пространства с помощью цвета. То есть, посмотрите, она уже, эта работа не похожа на наши с Володей. Да, она совершенно индивидуальна. Да, девушка уже, Юлечка уже, начинает вырабатывать свою технику, да? Такой момент легкого непослушания превращается в собственный почерк. Поэтому я для этого говорю, что наша задача из вас сделать самостоятельных художников. Вот мы с вами начинаем правила, правила, правила действия. А потом вы берете и начинаете этими правилами и работать. Ну, не ошибиться, конечно, надо в том, что вы хотите сказать людям. Ну, для этого индивидуальные консультации и существуют. Кто уже выходит на достаточный уровень, чтобы стремиться к самостоятельному творчеству, да, конечно. Лена со своим опытом, ну, и я, может, что-то подставил направление для того, чтобы стать художником. Ну, вот кто у нас в Москве, да, Леночка привозила работу. Бой, Бойченко. Бойченко Лена стала самостоятельно мыслящим художником. Еще немножко где-то раскальзывает похожих на Ильичевых. Но ничего страшного, имейте право быть немножко похожим. Но композиционный строй можно свой. Цветовое решение, я уверена, что каждый из вас может, ну, каждая из вас это собственный цветовой штамп имеет. От природы, да. Некоторые ярко пишут, сильнее цвет берут, чем мы с Володей. Некоторые нежно походят, как вот Юлечка. Посмотрите, какой у нее талант цветовички. Причем сложные цвета и очень подходящие друг к другу, несмотря на противопоставление зеленого и красного. Анечка, хочешь что-то сказать? Я включу микрофон. Да. Можно спросить, на какую платформу скидывать эскизы работы до пятницы или в пятницу будет хорошо? Вот, например, хочется что-то маленькое написать, например, ну, какую-то маленькую работку, композицию забабахать и вот куда ее скинуть, на какую платформу. Подскажите, пожалуйста. Смотрите. Я? Мы в основном общаемся, как бы, ну, небольшая группа людей, там, из 150 человек общается у нас в Вайбере, в группе. В принципе, можно туда скидывать. Можно на Фейсбук в группу Елены Ильичева. Окей. Скажи, Паша, нашу группу, как называется. Сейчас я, я сейчас скину ссылку на Фейсбук. Вы просто подключайтесь. Вот смотрите, там чат есть справа, его не все видят. Вы можете у себя в настройках чат включить. Вот я группу скину на Фейсбук. Вот. Да, вы подключаетесь. Вот чат Zoom. Вот я уже вижу, у нас появился. Хорошо, я проверю. Ну, да. So, Viber, Фейсбук. Просто я вас нашла на Телеграме. Вот. И добавила. Но я пока что-то особо не понимаю. Я технический идиот, честно скажу. Телеграм пока сильно не развиваем, но тоже будем подключать. Мы просто не успеваем физически. Хорошо. Лучше всего на Фейсбуке. Мы как бы видим, кто общается. Мы видим профиль нашего студента. И так проще. Спасибо. Когда у нас будет своя социальная среда на новой платформе, конечно, там мы будем публиковать свои работы. Все вместе общаться. Работаем над этим. Так, сейчас... Юлия, вы получили, да? Отзыв. Давайте. Правильно Владимир сейчас сказал, что через неделю я жду от вас, мы с Володей ждем от вас зарисовочек. Что с вами произошло за эту неделю? Может, какие-то новые работы появились, новые идеи. Подсмотреть в жизни. Пожалуйста, где бы вы не были эту неделю, зарисуйте простым карандашом какие-то каракули вашего состояния, которое вас вывело из состояния спячки. Вдруг вы что-то увидели. Какая-то собака подлетела, схватила там мячик. Что-то какие-то... Дети перекрутились друг с другом. Что-то где-то в ночном клубе кто-то играет на сапсофоне. Найдите что-то, что вас вывело из себя. Другие. То, что зацепило. Зацепило. И что хочется рассказать другим. Другие не заметили, а вы заметили. Вот давайте вот такие домашние задания. Детским рисункам. Пусть будут каракули. Но вы даже можете написать, да, эссе маленькое, что произошло, такого, что вы этот день запомните на всю свою жизнь, да. Сможете несколько таких рисунков. Вот я от вас жду. Мы из вас будем вынимать то, что... чем вы отличаетесь от других людей. Вы несомненно отличаетесь, да. Вы визуализируете свои мысли. Но надо же посмотреть, как Жванецкий, да. Если бы он не подсматривал в Одессе, да. Не подсматривал эти все случаи, да, на привозе. Что бы он нам потом рассказывал, да. Он все это с натуры. И мы... Давайте зарисовочек таких, хорошо? Хорошее задание на самом деле. Давайте. А потом еще дам другое задание. Но давайте вот в эту неделю у меня вот таких каракулей. И покажете. И сразу мы разобьем эти каракули в ваши будущие картины. Поймите. Ну, только не по воображению. Натуры. Хорошо? Случай в натуре, который идет. Сделайте. Давайте. Мы вас ждем. А мы тоже словом что-то позарисовываем, что нас вывело из себя. Отлично. Если у кого-то есть вопросы, можете либо поднять руку, либо написать в чат, что есть вопрос. Я открою. У нас еще есть буквально там 10-15 минут. Я пока напомню, что тем, кто участвует в наших курсах, которые проходят, да, то есть что такое наши курсы, видеокурсы, да. Те, которые идут в прямом эфире, как сейчас вот «Лестница в небо», например, да. Завтра третье занятие, третья картина уже будет. Первые две уже есть. Алачекер так действует. Да, это работа Алачекер. Смотрите, те, кто участвует, у нас многие любят писать в прямом эфире. Те, кто пишут, они получают сразу обратную связь. Елена с Владимиром отвечают. А все остальные курсы, которых у нас уже больше 30, в них вы участвуете вроде как заочно, да, но вы просто пишете по видеозаписи, да. Но вы все же имеете право получать обратную связь. Не стесняйтесь, пишите, присылайте нам свои работы. Вот. Елена с Владимиром, естественно, будут отвечать. Вот, кстати, по вчерашнему, кто участвовал в вчерашнем мастер-классе, мы Елена с Владимиром совместили ромашки, ой, ромашки, нарциссы и образ. Вот я сейчас поставлю Ольге Кудрявцевой работу. Она очень просила ее две работы посмотреть. Она, к сожалению, тоже не может подключиться. Буквально секунду я включу. Очень прошу вашей... ваше резюме. Видно? Да. О, это кто? Олечка? Это Кудрявцева. Оля. Молодец, Оленька. Ну что? Да. Брус. Значит, сразу непростительная ошибочка маленькая. Надо четко показать, где заканчивается стена, да, тоном, а где начинается стол. Хорошо? И потом еще одна. Вы можете... Ты можешь еще... Знаешь, что поделать? Как чуть-чуть неправильных, потому что сильно правильный букет. Дай ему немножко какого-то движения этому букету. Пусть эти будут, да, нарциссы, но дай им неправильных уходов куда-то, да, перспективы удаления, допустим, ну, в стену уткнулся. Так. А вот этот вот натюрмортик, ну что, я так смотрю, что это из рода исправленных работ, да? Ну, хорошо, как бы они не были, надо подправить овалы. Все овалы должны быть открыты, да, правильным образом. Подправь немножечко, нельзя, чтобы тарелка была вид сверху, а рюмка была вид спереди. Все-таки. Потом второе по цвету красивейше, по цвету замечательно, но на красное дай отблеск зеленого, чтобы не было озера красного и озера зеленого. А вот фон хороший, да? Фон и фактура очень хорошая, очень материальная. Ну и опять же, оно в искусстве, да, со своей неправильностью чуть-чуть овальчики подправишь, да, можно винограда на передний план высыпать больше, чтобы можно было упереться об этот ствол, так? Ну, с падающими тенями тоже поработать. А вот фон, да, хорош такой. Да, хорошо, молодец. Понимаете, здесь уже есть произведение и чуть-чуть оттачивать вы можете сами, как бы потихонечку превращаетесь от исполнителя своих работ к зрителю, да, и вы тогда как зритель увидите, что надо подправить немножко. Да, вот немножко как бы в правой части в средней ягодки по-видимому разбросаны и они слишком спорят с композиционным центром. Их надо чуть-чуть успокоить у Алечки в правом углу ягодки слишком активно чуть-чуть. Здесь все почешить надо сделать. А в целом мне очень нравится. Поскольку мы именно на фактурах во многом работаем, то здесь как раз то, что есть фактура. Я вам продолжаю показывать Аллу какие работы. Она состоявшаяся художница. Так, сейчас я верну, да, я вернулся, смотрите, хорошо, классно. Ну, смотрите, мы не будем сильно затягивать, на самом деле у нас, если вопросов ни у кого больше нету, мы очень плодотворно пообщались сегодня. Напомню, что на период карантина у нас продолжают действовать скидки 50% на все уроки курса, на все курсы, на все уроки, поэтому пользуйтесь моментом, заказывайте, покупайте, если что-то не можете найти в каталоге, он пока у нас такой себе, конечно, сыроватый, хотя по нашему каталогу у нас более 350 видеоуроков и 30 курсов. Это супер достижение именно по живописи. Поэтому это призыв, вот, будьте с нами, дальше подписывайтесь, а кто хочет консультации, конечно, пишите мне в личку, буду соединять с Еленой, с Владимиром. Елена показывает работы все подряд. А вот вдохновляю нашими друзьями художниками, которые у нас есть, работы, так, и вот Стас Желобнюк, одесский художник, очень такой вот, как вам сказать, да, Вова, авангардный маклитик, так скажем. Он очень даже ценится в художественных кругах, вот, просто такая, посмотрите, как человек мыслит, совершенно иначе, чем мы. Подмалевок, да, то, что мы с вами учим, да, вот эти вот секретные подмалевки, у него их, Сойка. Ой, он в эти подмалевки и газеты засовывает, и все, что только можно. использует аппликацию широко. Вот, Лена, в молодости, Пароник, Венчар, это когда восьмерка у нас была, вот так выставляли Пароник и Генчар, да, вписывали прямо ножницы сюда, баловались подмалевками, вот так вот. Кстати, это хорошая тема, показывать работы других художников, чтобы понимать, может быть, кому-то этот стиль понравится, и вы будете его развивать, это тоже немаловажно. Я думаю, что мы будем собираться, скорее всего, на выходные, суббота, воскресенье, наверное, по средам будут экспресс-мастер-классы, вот такие небольшие. Ну и как минимум один курс в месяц обязательно тоже будет. Музочками баловались когда-то, типа, грубили с ними музочками, но эта техника промежуточная у нас, грубили ские музочки. Это воспоминание о молодости, когда каждый музочек намешан отдельно. Ну, на следующую встречу ждем ваших зарисовок, которые Елена дала домашнее задание. Я думаю, что из этого получится такой интерактив. Посмотрим, кто, насколько готов развиваться, расти. Будем, наверное, заканчивать. Благодарим, девочки, кого увидели, обняли земной шар с собой, а теперь двигаемся еще картинами своими будем обнимать. Да, мы весь, всю эту ситуацию с карантином рассматриваем, как период обнуления и выхода на новый уровень. Потому что мы со своей стороны, допустим, начали реконструкцию галереи нашей в Одессе. Большие планы. хотим здесь сделать кладезь творчества не только в Одессе, но мирового, наверное, творчества, потому что многие у нас уже были здесь и мы всем рады, всех приглашаем. К нам за год прилетают со всего мира наши студенты, прилетают коллекционеры, поклонники не только творчества Елены и Владимира, но и вообще просто творчества. Плюс у нас мы находимся на бульваре Жванецкого, то есть у нас все равно все с юмором получается. Вид на море, бульвар искусств, бывший, раньше назывался бульвар искусств, и он сейчас находится полностью под реконструкцией. То есть у нас все здесь обновляется. Нам эта ситуация очень нравится. И плюс, конечно, видите, как нам удалось еще ближе познакомиться на таких конференциях. Это тоже очень приятно видеть, что вы продолжаете работать. Если мы подключим, ну естественно, что мы всех наверное не сможем подключить, кто даже записывался, потому что если бы у нас были все, кто записались, я не представляю себе, как мы общались, мы бы просто не успели. Поэтому у нас будем немножко распределять. Хорошо, все, будем заканчивать. Всем хорошего дня, всем всего доброго. Пишите, творите, и да пребудет с вами искусство. Благодарим. Любовь. Любовь, искусство. Обязательно. Как говорят в Одессе, чтобы вы нам были здоровы. Да. всем счастливо. На себе все стадии эволюции, которые предшествовали прямохождению. Какая игрушечка, да, но скелеты очень важны, чтобы знать, что происходит внутри нас. Все, заканчиваю конференцию. Всем счастливо. всем счастливо, всех любим, и ждем ваших новых работ, это богоугодное дело, и запомните, каждый из вас это другой художник, да, все люди разные, имеют право на самовыражение, а вы еще и добавок и живописцы, и мы скелетимы. Счастливо. 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 Счастливо.